Самое ценное должно быть под защитой. В Прикубанском районе сотрудники ГАИ провели рейд «Ребенок-пассажир» по пресечению нарушений применения детских удерживающих устройств. Используют ли водители села Чапаевское автокресло для перевозки детей в салоне своих машин и сколько нарушителей? О результатах проверки расскажет Дарья Тендит. Несколько экипажей ДПС с раннего утра расположились около дошкольного учреждения в селе Чапаевском. Автоинспекторы выборочно останавливали проезжающие автомобили и проводили разъяснительную работу среди родителей водителей о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при перевозке детей. Акция называется «Ребенок-пассажир». Цель данной акции – как можно больше родителям доводить информацию о том, что необходимо использовать детское удерживающее устройство в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому мы вас призываем, как родители, соблюдать правила дорожного движения и постоянно пристегивать своих детей. За пару часов на дороге нарушений по перевозке детей обнаружено не было. Они были пристегнуты ремнями безопасности в детских креслах и бустерах. Яркий пример соблюдения правил – опытный водитель Асхат Исаевич. Он ответственно относится к жизни и здоровью своих внучек. И мало ли что бывает в дороге. Всякое может быть. Поэтому дети, когда пристегнуты, они застрахованы чем-то. Вот видите, всякое может быть в дороге. А если кресла нет, то дети не застрахованы, не привязаны, а могут вылететь с машины. Неподготовленному человеку сложно распознать, в каком автомобиле едет ребенок. Ведь чаще всего они сидят на задних креслах и их не видно. Однако, наметанный глаз инспекторов Прикубанского района практически безошибочно вычисляет детей на борту автомобиля. Очередной остановленный автомобиль в этот раз не обошлось без нарушений. Мужчина перевозил ребенка без специального кресла и был наказан. От комментариев он отказался. Проехал без детского кресла. В связи с этим мы выписали ему по его административному правонарушению данное постановление. А именно по статье 12.23.3, то есть водитель перевозил ребенка возрастом 4 года на заднем сидении автомобиля без каких-либо удерживающих систем автокресел. Он был привлечен к административной ответственности по статье 12.23.3. И ему было выписано постановление на 3000 рублей. К сожалению, пока не все водители соблюдают требования правил перевозки детей. При Кубанском районе за текущий период 2024 года было зафиксировано 4 ДТП с участием несовершеннолетних. Дабы избежать трагичных последствий и минимизировать нарушения, сотрудники ГАИ регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Благодаря проводимым акциям на территории Прикубанского района, а также по Карачаево-Черкесской республике в целом, данные акции показывают о том, что люди меньше стали нарушать правила дорожные движения, касаемо правил перевозки детей. Родителям объясняются, еще раз напоминаются требования кодекса в административном правонарушении, касаемые статьи 12.23.3. За время проведения рейдового мероприятия выявили и привлекли к административной ответственности нескольких водителей, которые забывают о безопасности юных участников дорожного движения. Дарят Индит, Ринат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район.